Внимание в комнату в доме гражданки Рябушкина. Заняли убийство Яшина, услышала разговор о Рябушкина по телефону. Из телефона в отзывках стало ясно, что сын Рябушкина должен был получить набор, состоящий из трех адекватных золотых яиц, стоимостью 50 тысяч долларов. В 19.00 дед и баба подкараулили Алексея после его встречи на Тверской площади, складили, посадили в машину и увезли в район Берева. Там, в ближайшей лесопарковой зоне, их уже ожидал сообщник Евгений Мышкин, известный среди криминальных авторитетов, как «Мыш». Чтобы выяснить код от сейфа с антиквариатом, члены банды пытались угрожать Рябушкину, били его, и, получив в очередной раз ответа на вопрос, Мышкин нанес Рябушкину удар кулаком в висок, который стал для Алексея смертельным. На судебном процессе для Тверской площади пока не засадеяно. Евгений Мышкин признался, убийство не было нашей целью, это получилось им предназначено. Семейная пара Яшни была осуждена на 7 лет в колонии строгого режима, а Евгений Мышкин на 10 лет. Мать Алексея Рябушкина, убитая горем, подошла в конце процесса к преступникам с упаковкой яиц, начала их метать у мучителей сына со словами. «Не плачь дед, не плачь бабу, снесу вам яичками золотой простой». Ну, все хорошо, единственное, только не осужденный и осужденный. А потом, в четвертом абзаце, в 19.00 выйдет под корабль или Алексея, но это уже тогда надо было как-то объяснить, но все, там, не знаю, следствие объяснило, что в 19.00, а то у вас там какой-то репортаж идет. Запомните все, пожалуйста, нет близлежащей, там, лесопарковой зоны или близлежащих домов. Близлежащая, это что значит? Ну, соседней лесопарковой зоне. Ну, близлежащей нельзя говорить. Я же вам говорю, соседней можно сказать. Или там, в лесопарковой зоне неподалеку. Ну, в общем, как-то заменять, потому что близлежащие, это получается, что лежащие близко. Лесопарковая зона не лежит близко. Особенно вам надо запомнить по поводу близлежащих домов, которые точно нигде не близко лежат. Понятно? А так очень хорошо. Вчера, 3 октября 2011 года, на июне 18.00, произошло ЧП. В загородном доме бабушки и дедушки было разбито золотой яйцом. Причиной тому послужило неадекватное поведение мыши. Курочка приняла извинения мыши, скандал был исчерпан. Бабушка и девушка были весьма расстроены утратой золотого яйца, но они не отчаялись, узнав, что Курочка изнесет им еще пару десятков золотых яйц. Очень близко к истине. Ну, единственное, вот смотрите, произошло ЧП. Ну, надо это полностью сказать, чрезвычайное происшествие, а то ЧП как-то не по новостному. Два раза подряд мыши и мыши. Причиной тому послужило неадекватное поведение мыши. Курочка приняла извинения мыши, и скандал был исчерпан. Потом, здесь, мне кажется, нарушение логики немножко идет. Что было неадекватное поведение мыши, и Курочка вдруг приняла извинения мыши, хотя ни о каких извинениях до этого речи не шло. весьма расстроен и утратой. Как-то, мне кажется, не очень-то. Что звучит? На 4 балла. Сегодня, да. Да. Я просто думала, что вот эти заметки не стоят сдавать. Стоят. Все стоит. Хорошо. Сегодня у деда и бабы маленькая мышка задела хвостиком яйцом и разбила его. На месте события наш корреспондент выяснил, что разбитое яйцо было не простое, а золотое. Это яйцо снесла пострадавшим курочка рядом. А дед и бабы о печали случившемся, но курочка ляпы обещала им снести новое яйцо, уже не золотое, а простое. Ну вот, в самом начале, смотрите, сегодня у деда и бабы маленькая мышка задела хвостиком яйцо. Ну, стилистическое, да? Да, стилистическое. Да, стилистическое. Простое. Все золотое. Потом дальше. На месте события наш корреспондент выяснил. Когда ваш корреспондент выяснил, это уже не информационная заметка. То есть это уже больше репортаж с места событий, и дальше уже участие корреспондента это не совсем то. Что такое там золотое мущество? Если что-то нечестное считаете, скажите мне об этом. Потому что мы на самом деле просто ведь не знали, как писать. Мы не объясняли. Просто информационная заметка. Информационная заметка. И кто как нашел план, так и писал. Так же тоже не знаю. Сказали информационная заметка в пять предложений. То есть предложение не говорили? Но как ни говорили, если здесь у людей в основном без предложений. Ну что она из себя должна представлять, но она не объяснила. Но давайте начнем с того, что у вас явно больше, чем без предложений. Я не думаю, я говорю, я делаю по плану, который я нашла. Ну а вы, вот смотрите, допустим, если вы нашли какой-то план, или, не знаю, чтобы понять, что такое информационная заметка, можно ли не только найти план, допустим, послушать новости или почитать, которые пишут в интернете, вы слышите с экрана телевизора или на радио. Вы где-нибудь слышали такое вот, то, что вы написали? В какой стилистике? Я не говорю про курочку рядом. Я поняла, что я неправильно написала. Я думаю, это не оспариваю. Ну вот. А как-то вы не оспаритесь, если вы сидите и возмущаетесь? Если у вас нет претензий и концепции, вы можете ее в следующий раз оспорить у Марины Николаевны. Если вдруг она согласится с вами, что она вам как-то недостаточно объяснила, тогда, наверное, ситуация может измениться. В семье Ивановых в Краснодарской области курьца снесла яйцо, да не простое, а золотое. Современная курочка ляпа, как прозвали жители села Березовка Краснодарской области, всегда до тех пор начала сносить яйца в желтом оттенке. Позже, как обмечает муж Сергея и жена Марии Ивановой, цвет стал там не переменяться. Участливая курочка ляпа стала двумятостью сего села. Несмотря на то, что яйца не пригодят к умене, Сергея Мария очень рада необычному явлению природы. Первые такие яйца были найдены еще в 1726 году в штате Айова. Но до сих пор ученые не могут объяснить данный феномен. Остается лишь гадать, в чем же секрет современной курочкой ляпа. Естественно, на насчет Айова идут в клумы. Нет такого Краснодарского области. Знаю. Опять. Что пойдет. Область к Краснодарскому. А сейчас там расстроятся все? Да. В Краснодарской области. Как только Александр Викторович выложит? Вашу работу вот так. На сайте кафедры и потом есть еще такой сайт SimSop называют. Кстати, на сайте SimSop там есть раздел для вашего предмета. Вы можете туда выкладывать свои работы. А можно сейчас как называть сайты? Сайт SimSop S-I-M-S-O-V Если пожалуйста, я прочитал уже после должного возраста. Перечитать? А у нас где надо? Пожалуйста. Давайте сначала. Что еще желает прочитать? Сказка про Куряк. Можно аргументировать мысль о том, что два растения полиценит своего шанса. Дед и бабы вместо того, чтобы исследовать золотое яйцо, они отнеслись к ним бережно. Релатили его под роговцами с карпупе, по тому же принципу, как обращались с простыми яйцами. В результате золотого яйца и содержимого обычного яйца они не получили. Также сказка про золотоносную курочку можно проористировать идею о том, что любое желание человека, осознанное или неосознанное, обязательно исполнится. Поэтому нужно быть осторожным и внимательным своим желанием. Желание деда и папки разбить яйцо сочетилось. И методом реализации желания неосмысленное. Сказка о курочке Раби подпишет мысль о том, что к божественному подарку нужно быть готовым, иначе невозможно использовать его по назначению. Ну, в общем, отрибал. Ну, хоть что-то, иначе. Можно? Можно вместе с рецензентом? Да, очень простым. Простой яйцо для насладого. Сегодня утром курочка Ряба, живущая баба с дедами, снесла яйцо. Оно было непростым и золотым. Старики пытались разбить яйцо, но не смогли. Помогла им в этом мышка, которая сделала его хвостиком. Баба с дедами сильно расстроились, и тогда курочка Ряба...